Так, привет моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что к нам присоединился. И сегодня по долгожданной просьбе и по моему обещанию будем готовить кимчи японский. Ох, сколько вы скажете продуктов. Да нет, суть, в принципе, важность, чтобы у вас была пекинская капуста, чтобы у вас была морская соль, перчик красный, паприка и перчик остренький, яблочко одно, вот это все остальное, один ломтик имбиря и рис обязательно, или креветки, чтобы был морской запах, или вот как я использую спирулинку. Все, ну начнем. Все остальное у них варьируется, знаете, как у мексиканцев сальса. У мексиканцев сальса миллион рецептов. Точно так у японцев кимчи. Я прям посмотрела, оказывается, корейцы говорят, это наша кимчи, японцы говорят, это наша кимчи. Короче говоря, цирк. Никто не может поделить это кимчи. И если у вас есть, то нужен блендер. Мне нужен блендер, и поэтому я буду использовать его. Сейчас я хочу установить так камеру, чтобы было видно. Вот, по-моему, так видно будет. По-моему. Сейчас, 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 мои хорошие. Вот, значит, что мы делаем? Берем, хорошенечко промываем. И промыв, мы как бы через дуршлаг хорошо ее прокидываем. Я еще жду, чтобы немножечко обсохло. Вот, и вот такими вот, как бы, кубиками, лоптиками, чтобы она была хрустящая, мы ее прорежем. Берем морскую соль, желательно морскую, потому что кладем, смотрите, я кладу теперь отсюда в другую тару, в стекло. Кладу в стекло. Вот один слой положила. Теперь посолю. Так, солим. И поехали, 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 поехали. Все, не сильно, не надо превращать в тряпочки. Теперь второй слой кладу. Здесь у меня один вилок, один вилок капусточки. Опять просолим. И поехали, 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 поехали. Теперь я кладу третий слой. Давайте положим. Вот так вот послойно. Один вилок, вы поняли меня, один вилок капусты. Поехали, поехали, поехали. Опять так же, так же, так же. Так, так, дальше третий. Вот так. Опять сольки. Опять, поехали, поехали. И четвертый. Четвертый. Сейчас самый последний. Я так вот уложу, чтобы было видно. Да? Все. И мне уже, в принципе, вот, все. Вот это вот мне уже не нужно. Все. Теперь я еще раз немножко посолю. Этот слой. Все. Теперь, девчонки, в течение 20, в течение часа, каждые 25, 20 минут, мне нужно будет вот так вот ее пережмакивать и перебрасывать. Каждые 20 минут. Все. С этим мы закончили. Встретимся с ней через час или через полтора. А теперь самую основную подливу. Для этого нам нужно взять какой-то блендер. Есть у вас блендер? В блендере? Нет? Ну, я тогда не знаю. Может быть, что-то придумать, в чем вы измельчаете. Так. И в блендер смотрите, что я делаю. Я кладу отварной рис. А вы записывайте. Рис. Это основной ингредиент. Отварила рис. Кладу его сюда. Распустила. Все. Дальше. Дальше мне нужно немножечко все-таки сахарочку. Я добавлю. Кстати, рис я варила в соленой водичке. Дальше. Дальше, девчоночки, я добавлю 4 ломтика чесночка. 4 ломтика чесночка. Куда же. Теперь я добавлю хиномелис. Вы можете полить лимончиком. Хоп. Или лимонную кислоту. Теперь зеленый лук. Так. Пошел зеленый лук. Раз. Отлично. Просто замечательно он ушел у нас. Хорошо. Все. Дальше. Это еще не все. Дальше. Будем еще постепенно кое-что добавлять. Ломтик имбиря. Оп. Тоже запрыгивает сюда. И немножечко я заливаю эту смесь. Чем я ее заливаю? Оп. Капустой и водичкой от нее. Да, у меня была морская капуста сухая. Кто смотрел мои видео, когда я покупала что-то, то я использовала морскую капусту. Теперь эти все ингредиенты, в эти все ингредиенты нужно, девчонки, добавить яблочко одно. Я вот его нарезаю прямо вот сейчас. Вы видели у меня на столе, я показала вам, лежит яблочко. Вот красное. Кстати, что интересно, что они, японцы, они яблоко кладут целиком. Да. Ну, не полностью прям целиком, а с косточками. Вот это мне было интересно, что они с косточками кладут. И все настолько быстро. И все настолько раз-раз-раз-раз-раз и готово. Раз-раз-раз-раз-раз и готово. Как-то так у них все это получается. Дальше лучок. Кроме зеленого лука, простой лук, репчатый. Одну маленькую-маленькую головушку. Так, немножечко, штучки 2-3 морковки для запаха. Ну, не то, что штучки 2-3, а вот такие вот. Или одну большую. Так. Яблочко осталось. Вкусно-вкусно. А теперь делаем соус. Все на самом деле очень просто. Так. Вот это вот сейчас мне нужно каким-то образом. Все это, чтобы завелось еще. Все, поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, я иногда трясусь, чтобы она была более усиленная, теменькая. Вот так. Все. Какой-то у меня блендер. Так, сейчас еще раз. Не хочу на самое сильное ставить. Хочу вот так, чтобы постепенно, чтобы сок шел. Постепенно-постепенно. Во-первых. Ну, все, пожалуй. Вот так, я осторожничаю. Теперь вот так пошло. Так. Ну и, по-моему, готово. У кого как, но я-то свой знаю, поэтому я его по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Все, процесс пошел. Рис у нас полностью перемалывается и превращается вот в такую вот смесь. Вот так. Ну и все. Достаточно мне. Мой старый добрый блендер. Все. Значит, эта смесь у нас готова. Теперь, пока я делала эту смесь, я думаю, что мне нужно помешать немножечко. Давайте помешаем мою капусточку. И мы ее будем подмешивать, подмешивать и подмешивать. постоянно, в течение часа. Дальше. Дальше. Сейчас я уберу то, что нам не надо. Поставлю то, что нам надо. Вот так. Дальше нам нужен будет паприка и острый перец. Острый перец, он будет просто сильно острый. Так. Кто любит острые блюда, мы смешаем вместе. Вот так вот. Я помешаю. И вот в этот соус, который мы только что с вами делали, я ему сейчас это все вылью в отдельную тару, которая мне понадобится, чтобы заливать. Ну, например, я сейчас вам покажу. Вот. Сюда вылью. Вот таким вот образом. И вот, видите, все. И сюда же добавлю перчик. Ой, запах какой пошел. Там же и имбирь. Там все, все, все. Все. Вот это тщательно, тщательно я перемешиваю. У них, понимаете, у них как сальса. У мексиканцев миллион рецептов. Это кимчи. Я вот этот вот нашла. Самый-самый лучший. Считаю, что это самый лучший. Итак, у меня 20 грамм паприки здесь. И где-то пол чайной ложки острого перца. Они кладут целую, даже больше. Но я острый перец не кладу в таком большом количестве, потому что мы не едим такое сильно острое. Муж-то ест, а мы-то нет. Вот, теперь, смотрите. Через час, когда пустит сок у меня, я еще хорошо буду жмакать в течение часа. Вы поняли, да? И через час вы увидите, что она станет совсем мягенькая и будет аж заворачиваться. Вот только через час, когда соль сделает свое магическое действие, после этого я эту часть залью вот этим соусом, который вы только что видели. Назовем его рисовый соус, потому что там был рис. Вот этим рисовым соусом залью. И положу туда еще лучок, который я нарезала. И знаете, что я добавляю? Укроп. Хотя укропа я не видела ни в одном из японских рецептов этого блюда кимчи. Но я добавила от себя. Оказывается, каждая семья от себя лично делает свой собственный кимчи. А поскольку я люблю вкус укропа, обожаю его вот в конце, в самом, я положу. Потом вы будете думать, что ну вот, а потом кушать? Нет. Оказывается, нет. После этого нужно будет разложить по баночкам, закрыть и оставить на два дня. И там вот этот процесс магический будет происходить. И не в холодильник, а поставить при комнатной температуре. И только через два дня ваша кимчи будет готова. Ну, а я вас люблю, целую. Надеюсь, что я понятно все показала и объяснила. Принцип. А у каждого свой рецепт. Точно так и вы можете спокойно экспериментировать. И не забудьте, что столовую ложку сахара нужно добавить тоже. Я не забыла вам сказать, надеюсь. Все. Я вас всех люблю. Целую. Ваша Катя. Вот и японский кимчи будет у нас готов.